привет мои любимки привет мои дорогие сегодня без микрофона так что потому что знаю что на той стороне микрофон лучше работает сегодня иду к дому не уборка ничего иду просто с дедушкой поболтать а то постоянно прихожу от кулакал принесла адаму говорю иду иду в магазин тебе что-нибудь нужно а он говорит кулакал принеси мне здесь а парковку хрен когда найдешь слушать и сегодня я парковку нашла и все смотрите этих женщин знаете сколько лет я знаю вот они ходят повсюду в воду кошкам уличным они их берут воду им наливает кушать им приносят и это самое она и кастрируют их и потом отпускают они это занимаются просто так понимаете но любовь да такая к животным жалко им бывает их так что сегодня не буду убирать ничего хочу просто эти этот час посвятить дедушки что-то я его таким вижу знаете потом буду жалеть что вот проходило время тратила на то на это ему меньше времени уделяла сегодня есть его завтра нету жалко мне его как-то становится каждым разом больше понимаете да и бах в этой жизни чем самая главная чистота что ли дело даже не в том дело в том что как вам сказать просто условия да немножко более менее должны быть все таки не прям я не говорю что должно быть идеально идеально ни у кого ничего нету ну просто от себя от души понимаете сейчас я посмотрю хоть у них кушать есть нету у него вчера он вчера завтракал завтракать хотел ее просто молоко выпил сказал мне принести кулакал вот принесла этот как всегда в кровати девчата 11 часов дня но вот а касается мы выглянул обре касается мой выглянул он у меня спящая красавица девочки днем мы спим ночью мы играем а потом говорит не знаю сейчас когда у него экзамен чё спрошу девчата не знаю меня спрашивали когда у него экзамен откуда я знаю когда у него экзамен окрасит алоя вино теннис смеяли че туами но ты не лаями и кинадах алоя венель кучи мне жизнь готовил а это он и порке деке таути sufriendo считал ты коммуна rosa Я говорю, что один, что другой, мне жизнь убивают. Я говорю, что тебе жизнь будет убивать? Ты же, как цветочек у нас. Он такой, ага, цветочек внизу, говорит. Поняли, да? Шутки. Спасибо, коренье. Спасибо, коренье. Спасибо, коренье. Это не мне нравится. Дай мне здесь, на этом плату. Как вы видите? Я говорю, тебе шоколад купил. Ну, ну, ну. Девочки, теперь у него часы пропали. Поняли, да, девчата? Адам начинает психовать. Я говорю, не психуй. Не психуй, не нервничай. Часы пропали. Сейчас мы в комнате смотрели. А там же можно бушку осла найти в этой комнате. Я говорю, а часы, которые у тебя на руках? Он говорит, нет, эти часы не те. Это не то, то не то. Короче, я ему говорю, давай пойдем в больницу. Нет. Там какой-то, ой, короче, сказки начинает, говорит, девочки. Я говорю, Адам, успокойся. Его надо к врачу. Давай поговорим с кем, с твоим отцом. С кем надо поговорить, поговорим. Давай человека отведем к врачу. Я, говорит, это все, говорит, двигал. Искал. Искал свои часы. Я три пары нашла там в комнате. Он говорит, нет, это не эти, это чужие. Кому-то там отдать надо. Уже все, девчата. Уже голова не та, девчата. Вот так. Мы с ним полчаса сейчас искали часы, которых я вообще не помню. Я вообще не видела. Он ему дает чуть-чуть шоколад. Уже собаку надо постричь. Вы помните, какая она была, да? Обрушая. Что даже ничего не видела. Я заставила Адама понести постричь. Если стричка стоит 30 долларов, да, евро. С него взяли 60, сказали, это же кошмар. Я говорю, надо было 150 с собой из себя взять. Так что, говорит, вы слишком, вы что, вот сколько лет этой собакой, говорит, уже не стружется. Так, девочки, у нее и задница бедная не видно было. Все было так заросшее. Принесла я какао. Иду я, девочки, домой. Хочу макароны. Дочка макароны заказала. Девчата, сегодня, сегодня моя дочь фотографирует со всем классом. Я ее так приготовила, волосики, все. Она говорит, я хочу распущенные. Мне, говорит, нравятся собранные волосы. Но распущенные. Я говорю, а почему не собираешь? Всегда хвостиком ходишь дома. Она говорит, мне такое ощущение, что у меня не такой густой волос. А у нее шикарный густой волос. У нее очень похож волос на моей сестры такой был. У меня был гуще волос, да и сейчас он густой. Слишком много волос, тоже нехорошие девочки. У меня же каска вот эта, ну как называется, вот эта. Не дышит девочки, не дышит мокрое постоянно. Мне надо парикмахерство. Давайте схожу сейчас в парикмахерскую. Как вам? Или я это? А, завтра. Не охота мне сейчас. Сейчас надо. Мне еще за дочкой надо в школу. Так, девчата, пойду я. А то я здесь сейчас сижу. Я в одиннадцать прошла, а уже полдвенадцать, пол первого. Так что вот так посижу с дедушкой чуть-чуть еще и пойду, девчата. Не прощаю, девочки. Одесса, 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 одесса. Больно, носы прикупивали. Бенга. Ай, ребята, старость не рада. Поднялась Адама, говорю, Адам не нервничает. Сера, на порта, Болю. Завтра, говорю, приду. Хорошо, хорошо. У меня десять раз спросил, ты завтра придешь? Я говорю, да, приду. Девочки, уже все, голова не шурует. Уже все, пипец, девчата. Сейчас поднялась, одному говорю. Надо с твоим папой отдельно поговорить. Он говорит, он проходит полдесятого. Уходит шесть утра что ли. Он проходит, здрасте, папа, наверх поднялся, поспал, спустился утром и ушел. Его, говорит, нету. Что он есть, что его нету отца. Я говорю, что он не интересуется, как мой отец, что он поел, что он поужинал. Нет, говорит, не интересуется. А если прочим, говорит, я даже не знаю, меня же не то. Короче, каждый живет своей жизнью. Поняли, да, ребята? Вот так, каждый своей жизнью. Никому нахер ты не нужен. Ай, короче, вот так, девчата. Вот я опарковала, хорошо. Этот вообще. Надеюсь, вот девчата, вот потом вот эти уголки, муголки, это вот так. Мы опаркуемся. Сейчас опять она стала пищать. Хер его знает, что она пищит. Вот видите, два дня не пищала. Опять пищит. Короче, девчата хер поймет. Ой. Вот на это время нет ни у кого, ни у меня, ни у кого. Ну, ну, на дедушку я найду время, девочки. Если щедро не хочет, с дочкой поговорю, что надо к врачу. Срочно. А он все переживает за какие-то часы, что потерял. Я, говорит, их не снимаю, когда спать ложусь. Я их не снимаю. Я говорю, ну, а ты купался? Он говорит, да, купался. Я говорю, когда ты купался? Он говорит, вчера купался. Иду в ванную, девочки. Не купался. Как я полотенце поставила, так и полотенце стоит. Эй, висит. Так что, девочки, если он даже не помнит, он купался, не купался. А Ада мне говорит, тетя, тетя, ты не понимаешь, что ли? Вот у моей бабушки таких вещей не было, девочки. Честное слово. Тетя, ты не понимаешь, что ли? У него не было этих часов, говорит. Я говорю, а которые часы на руках? Он говорит, это качи, это, короче, девчата. Сказка, которая никогда не заканчивается. У моей бабушки сестра была. Вот она тоже девчата. То у нее тапочки кто-то воровал, то у нее деньги всегда пропадали. У нее было вот это, с деньгами что-то связано. Что они тут делают? Я не поняла. Открывает пакеты чьи-то. Что за пакеты? Этого мужика я знаю. Ну, так, поэтому. Ну, так видела, короче. Ой, ребята, еду домой. Быстренько сейчас макароны поставлю. Кушать у Адамчика есть на сегодня. Видите, вот они не капризные. Они то, что вот сготовила, два дня они могут кушать. А вот мои не кушают, девчата. Моим надо тетюльку в тетюльку. Если нет, курям идет. Не едят. Ну, зажрались, да? Как Адам говорит, зажрались твои. Как это? Сделать, кушать. И нас еще... Мой муж говорит, картошка уже как сапог. Это какая-то она говорит, уже воняет. Короче, они вот так любят, девчата. Вот тетюльку в тетюльку ты сготовила. Вот они это поели. И все. А я не умею мало готовить. Не умею, девчата. Я не умею на один раз. Кажем разом стараюсь меньше готовить, да? Вот, девчата, это цыганина испанский. Как-то вот так. Сегодня моя дочка фотографирует ее. Ой, девочки, одела сережечки. Волосы распустила. Так, знаете, но она часто распускает. Волосы распустила. Как она на мою сестру. Даже затылок ее. Вот я копия девочки. Завтра не знаю. Точно не знаю. Буду ехать или нет. Это зависит от... От кое-чего, короче. Не хочу говорить, потому что все не скажешь, да, на видео. Как-то пудор, да, есть, да. У нас определенные дни женщин, да. Когда вот эти определенные дни, на могилу нельзя ехать. Я думаю, что меня подведут. Будут эти дни. Так что не смогу, наверное, поехать. А так очень хочу, девочки. Прям вот хочу-хочу, понимаете. В день-день у нас не ездят. Ну, это у нас так. Я не знаю. Вот, ну, моя бабушка так говорила, да. На день рождения я ее ездила. После день рождения я еще не была. А день рождения 2 августа было. Понимаете, девочки. И вот хочу поехать прям душой. Хотя давно бы уже поехала бы. Но у мужа там не получалось, короче, да. А мой муж обязательно хочет. Адам говорит, не знаю, тетя. Не знаю. Ему тяжело видать, девчата. Это я не осуждаю. Я понимаю. А какая-то она хочет. Какая-то она говорит, да, я поеду. Но. Какая-то она только с условием, что я там плакать не буду. Если я там плакать буду, она не едет. Вот так она говорит. Потому что ей плохо становится. Понимаете, девочки. Так что вот так. Вчера Андрей звонил ей. Ой, тоже, девочки, пургу несет ребенку. Пургу несет. Хочется мне надо сказать. Ты хоть думай, о чем ты говоришь. Андрей, я знаю, что ты меня смотришь, да. Ну, когда ты ребенку что-то говоришь, рассказывай. Ну, хоть ты думай. Да ей 11 лет. Ты думаешь, что она взрослая девушка уже. Что вот такие вещи ей можно говорить. Иногда я не хочу такие вещи слышать. Не то, что ребенок. Потом она говорит мне, тетя, там, вот так, вот так. Она нервничает, она переживает за тебя. Все-таки кровь не вода. Она любит тебя. Как бы ты там ни думал, что нет, она очень переживает. Она очень любит тебя. Нельзя такие вещи ребенку говорить. Потому что это тяжело взрослым. А ребенку как? Вообще ты иногда головой не дружишь. Что попало, можешь ребенку сказать. Она вчера обнимала меня. Не уходи, не отходи. Мне страшно. Кошмар. Раньше видео показывал, девчата, такие видео, которые, может быть, это и правда, все, что угодно, но ребенку это зачем знать, который не живет в такой атмосфере? У которой свои уже проблемы у нее, бедные, упали на голову уже давным-давно. Вот, девочки, я же говорю, я так задницей, я хорошо, хорошо делаю, да? Вот, а парковаюсь, да? Вот. Вот, а передок не могу, девчонки. Я же вам говорю, маща-аллах. Ну, я просто, девчатка, красотка, а? Вот. Вот не знаю, почему. Вот задом работаю лучше, девочки. Я прям как. Слушайте, не зря я говорю, что мы с Амвелом братья, а? А, посмотрите, как у меня задняя работает. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, девчат, с ума схожу. А время к врачу нету идти. Что теперь делать? Эта женщина меня смотрит. Ой, и влюбилась в туалет. Мне такой мужчина нравится. И только один. Ой, кто-то ко мне звонит, да? Кто это? Наверное, ай, девочки. Девочки, угадайте, кто ко мне звонит. Сама Анжела Каримова. Сама Анжела Каримова позвонила ко мне. С вами была Анжела. Есть, знаете, такое? Вот. С вами ваша Анжела. Ай, с вами ваша Анжела. Вот, вот, настоящий друг. Так, девчата, я вас оставлю, поговорю. Все-таки, как, как репортер с вами была Анжела, ваша Анжела, вот, поговорю. Ой, ты что с волосами сделала? Красотка такая. А, голубь была, девчата. Девочки, ко мне, ко мне на выходные Ирочка приезжает. Так что, девчата, оставайтесь со мной, дальше будет интересней. Пока, пока. Это сделала я, макароны, которые вообще практически, не знаю. Короче, вот так. Сейчас вот сюда потихоньку наливаю. С мясом, короче, сделала. Сейчас в духовку хочу. Смотрите. Короче, девчата, сама не умею и вас учу. Вот так. Теперь, так, это вот сюда. теперь я купила такой сыр. Видите, да? Это моя дочь сегодня заказала. Теперь вот так насыпаю побольше сыра. Мой муж макароны не любит, но вот в таком виде ест. Поставила в духовку на верхнюю и нижнюю. Я тот раз для рецепта купила вот, девчата, как-то называется он пармезан. Короче, партизан я называю, девчата. Сыр партизан. Он на туре, как партизан, дорогущий. Девчата, то вы знаете, какой он вкусный. Я его кусочками резала и ела. И смотрите, кусочек остался маленький. Сейчас этого партизана на чуть-чуть оно потому что все девчата понтуются. Ой, у нас пармезан. Ну, короче, вот эта херня, да? И сейчас я тоже вот так его чуть-чуть вот так и получится у меня просто ой, какой жалоб. Вот даже, вот знаете, запахи я уже стала чувствовать ну, совсем слабо, но он такой крепкий, что я даже этот запах вот так, короче, я его чуть-чуть много борщить не буду, потому что он такой дорогущий. Я же его хочу, чтобы он у меня долго играл еще. И знаете, еще чуть-чуть сверху сыра. Вот так. Наверное, хватит уже. Вот так уголки тоже, чтобы потом он был такой вкуснящик-то. И сейчас я его еще посыплю. А что, короче, девчата, вы же знаете, какая я экономная. Все по-экономному. Вот так. И я его сейчас в духовку, так, открываю духовку. Открываю духовку. И я его вот так горячее, девчонки, в духовку. И будет вкусняшка. Сейчас моя дочка придет. Я его поставлю на 15 минут. На 16 поставила. Вот так ждем наши макарончики. Ребята, посмотрите, какие макароны получились. Прям щипят, пищат. Девчата, проходите ко мне в гости. Кто любит макароны, проходите. Ой, какой вид. Нет. Аппетитный, правда, девчат? Приятного вам всем аппетита. Давайте, заходите в гости, кто хочет. Так, сейчас посмотрим на разрез. какие они жирные должны быть. Столько всего. Вот, мой муж очень любит, когда много вот, как будто водяная. Самое главное красиво вытащить. Это не только сготовить красиво, вытащить. А вот, смотрите, не получается вытащить красиво. Ну, ладно, самое главное, как мой муж сказал, чтобы лишь бы вкусные были. Но я думаю, что они очень вкусные. Мой муж уже облизывается. Вот так. Я думаю, это ему хватает. Вот такие макароны. Девчат, кто хочет, посмотрите, горячие. Пока еще горячие, давайте, приходите. Сегодня моя дочь заказала макароны. А на завтра мне надо сыну делать макароны. Так что сейчас мой муж как всегда с хлебом, девочки. Это должно быть убийственное. Это, говорит, надо дыть оно. Сейчас мне, говорит, губи, они пролипнут. Италия все равно не хватает моего движения. Она у меня украла рецепт. Это мое, мое, мое. Мои руки, там просто не были. Но ничего страшного, говорит, я поем, потому что я голодный. Но самое главное, сделано с любовью. Если хотите, говорит, давайте, садитесь, говорит, на самолет пролетайте. Так, девчата, на мои волосы, девчата, а? Вот сразу видно, что его рецепт, его все, он все делает, я ничего не делаю. Только на меня, посмотрите, замотанная, измученная. Я не знаю, почему, я вся измученная, вся измотанная, он свежий, как огурчик, а я ничего дома не делаю. Целый день лежу, понимаете, отдыхаю, кайфую. Как-то получается интересно, девчата, моя жизнь. Не жизнь, а сказка. Люблю вас, пока мои золотые. Не забывайте никогда, что я вас очень уважаю. А это самое главное, без уважения, ни к любви. Субтитры сделал DimaTorzok